В нашем районе пользуются популярностью интеллектуальные турниры «Что, где, когда». В очередной игре приняли участие 19 команд учреждений образования, организаций и предприятий Сморгонщины. В Сморгоне возобновили традицию проводить интеллектуальные турниры. После длительного перерыва первая игра «Что, где, когда» состоялась в декабре прошлого года. В конце апреля знатоки Сморгонщины снова встретились в районном центре культуры. Наш этот турнир в этом году первый. Как вы помните, в декабре мы уже пробовали играть, всем понравилось. И вот, наконец-то, состоится наша долгожданная встреча. 19 команд – это очень большой пакет участников, поэтому соперничество будет, ожидает нас серьезное. И раз они заявляются, значит, это людям нужно. Сегодня будет командам предложены две игры – большая мультимедийная азбука и большой пакет по игре «Что, где, когда». Конкретной темы не будет. Все обо всем – это игра. Так что, на общее знание. Я думаю, для каждой организации, для каждой профессии, каждая профессия найдет свою тему. Организаторами турнира стали отдел идеологической работы и по делам молодежи Сморгонского райисполкома, и районный центр творчества детей и молодежи. Среди участников были и новички, и команды, которые постоянно принимают участие в интеллектуальных играх разного уровня. Что, где, когда – это не просто интеллектуальное общение. Игра развивает в участниках навык выбирать главное из огромного информационного потока. Умение быстро принимать решения и лаконично формулировать мысли. Способность успешно работать в команде, не утрачивая при этом собственную индивидуальность. Все команды проявили эрудицию и показали, что они способны на мозговой штурм. Мы впервые участвовали командой нашего центра в 2013 году. И с тех пор мы участвуем в турнирах районных, районного масштаба. И очень часто посещали островецкие турниры, а также нас приглашали на ашмянские турниры. Все такие турниры, которые предполагают образование команд, они способствуют сплачиванию, воспитыванию какого-то командного духа и каких-то более таких тесных, может быть, отношений между работниками. И поиск каких-то тем, подготовка к тем же самым вот разделам игры. Все это для тех, кто любит игру, это очень интересно, никогда не надоедает. Мы всегда с прекрасным настроением приезжаем на игру. Самое главное для нас – получить положительные эмоции. И, конечно, хотелось бы сыграть как можно лучше. Хотим, чтобы нам повезло, потому что это такая игра, в которой не обязательно знания имеют значение. Иногда это просто удача. Мы представляем команду Кубж-Рес Маргонского района. Участвуем не первый раз, участвуем постоянно в данной игре. Мы являлись победителями, неоднократно занимали первые и третье места. Что от них надо дает коллектив? Объединяет команду, становится дружнее. Коллектив сплочается. Рада, что у меня такие активные коллеги, дружные. Наша команда Смогонского агрегатного завода. Постоянно, когда есть предложение поучаствовать, мы участвуем, потому что это довольно интересно, познавательно, увлекательно. Здесь очень обширные вопросы, здесь нужен большой кругозор. Из практики тех игр, которые мы предыдущие играли, ни одного мнения не должно выпускаться, должно все учитываться, все варианты прорабатываться, обсуждаться. Тогда будет победа, тогда будут правильные ответы. В интеллектуальной схватке победили сильнейшие. Третье место заняла команда «Культпросвет» районного центра культуры. На втором месте «Медведи» из Смогонского опытного лесхоза. Победу в турнире одержала отличная команда средней школы номер 7. К слову, в прошлой игре также победила команда седьмой школы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...